Добрый день, уважаемые журналисты. Спасибо, что пришли. Я решил не отвечать на комментарии различных провокационных заявлений определенных представителей Каплина в фейсбуке. Решил просто выслушать, что в общем произойдет такая картина и попросить вас, чтобы вы донесли мою мысль, то, что я увидел, то, что я ощущал за эти последние 8 месяцев, которые происходили по отзыву меня, как депутата городского совета. Ну, в общем, как, я избирался в партии простых людей в 2015 году по, действительно, как говорил депутат Рады Луценко, набрал наиболее большое количество голосов, меня наиболее поддержали Сергеев среди моей партии. И я как бы с первого дня начал работать. Работал я, не нарушая, как и по депутатским, по депутатским обязанностям посещал все комиссии, сессии, встречи, с вермами отвечал, писал это все. Ну, и плюс к тому, что я не нарушал, повторю еще раз, не нарушал ни одного партийного, партийной дисциплины, посещал и мероприятия, которые были связаны с митингами, были с походами в различные организации, поездками в Киеве, бесконечная раса и собрания городские, городские, областные. То есть полностью дисциплину партии я не нарушал. Ну, тем более, я никогда не голосовал против так, как решила наша фракция. Единоголоски мы всегда голосовали. Ну, между нами стало главной причиной в том, что меня отзывают, это несоблюдение законов, дисциплины партийной. Ну, какая это дисциплина? Ну, в том, что я не писал в фейсбуке, что я СДП. Ну, я могу сказать, что ни в одной законе Украины не прописано, что по этому могут отозвать депутатов. Но это не стало на пути нашему лидеру Каплину. И он решил, инициировал по мне отзыв. Отзыв начался 5 сентября в доме железнодорожников, где собрались много людей, которые я тоже присутствовал, и Уценко был присутствовал, по которому тоже отзывали. Я у многих спрашивал, почему вы пришли. Ну, первый ответ должен послушать, потому что понижение тарифа. Второй ответ – поддержать Сашку Киселя. Необъективно. Потом дальше начались собрания подписей, где ставились палатки по всему городу. Как эти подписи собирались, мы тоже можем думать. Ну, мне многие говорили, где эти подписи собирались. Собирались они в общежитиях, в державных установках, таких как Полтава Фарма, где много, кстати, у меня и доказательной базы было. Я предоставлял прошлой комиссии ТВК, предыдущей комиссии, которую уже разогна. После чего, как они собрали подписи, я начался отзыв парней, по депутату Луценко, начался отзыв именно вот здесь, где заседала комиссия. Комиссия заседала. Во-первых, нас предупредили за 10 дней, что будет комиссия, на которой мы, соответственно, подготовились, подготовили документы. Собралась комиссия. Первое заседание было, второе заседание было. Мы на этих заседаниях поставили присутствовать. Комиссия решила, что согласно тому, что они не могут, согласно статье 26 закона Украины, которую, в принципе, мы предоставили, и они были оповещены, они не имеют права раскрывать, при отзыве депутатов городского совета, местных советов, не имеют права раскрывать избирательные списки. В случае раскрытия этих списков ТВК, ТВК превышает полномочия. Что это обозначает? Что они не превышают полномочия, а следственно, это уголовная статья тех людей, которые это сделали. Потому что избирательные списки могут раскрываться в двух случаях. Референдум и выборы Верховной и Верховной Рады. Ну, президент Украины, это тоже один закон. В других случаях, по отзыву депутатов, не имеют права раскрывать списки. Это была первая и самая главная зацепка ТВК. Вторая была зацепка. Они мельком глянули, что и во многих подписных листах было, где указано было, что одной рукой сделано, проводилось около 35 подписных листов, было одной рукой заполнено. Многие инициативные группы из 50 человек были госслужащими, что они имели право, в принципе, по закону 41, закону Украины, статья 41, не имели права этим заниматься. Все эти зауважения голова ТВК и члены ТВК озвучили. И, в принципе, 11 человек из 13 поддержало о припынении сбора подписей и вообще всего по отзыву меня, как депутата городского совета, и Луценко Сергея Павловича. После чего, долго не дожидаясь, каплиновцы подали в суд, в административный суд. Что административный суд принял? Принял в том, что они скасовывают решение ТВК, потому что ТВК обратилась только к одному органу полиции. Потому что в статье 41 глава ТВК, члены ТВК обязаны обратиться при проверке этих подписных листов, они обязаны обратиться в правоохранительный орган. Какие правоохранительные органы? Не указано. У нас правоохранительные органы, это весь СССР, прокуратура, полиция и, возможно, еще какой-то орган, связанный с деятельностью. ТВК в этом случае обратился только в один правоохранительный орган. Это была полиция. На что полиция сказала? Что в законе полиции не предусмотрено обязанности выходить и проверять списки на отзыв депутатов городских и вообще разных уровней. То есть в законе Украины не указано, что имеют право они проверять. То есть, соответственно, что это сказано? Что и закон, статья 26, закон Украины не имеет раскрывать избирательные списки, чтобы проверить подлинность этих списков. Является ли этот человек избирателем? Живет он в Полтаве или нет? Или он живет в Бачуках или вообще в Киеве? Ну, человек, который подписывает, может, получается, по сути поставить подпись, не проживая, не являясь избирателем нашего Украины, города Полтавы, где нас избирает. И, соответственно, правоохранительные органы, полиция в том числе, ответила, что не имеют права они проверять. Все эти, соответственно, документы есть у нас. Но суд на это сказал, что вы не ко всем органам бы обратились, поэтому решение скасовано, но было сказано, что оно не забавязывая территориальную выборчую комиссию, надо давать и инше решение. Что это обозначает? То есть, ТВК постановило, что решение является недействительным, а суд и не забавязал. То есть, получается, ну, как-то вот так оно и задумано. Ну, по-другому это поняли каплиновцы и сказали о том, что решение скасовано, все наложили, нет, ничего не может быть такого. Просто суд не мог сказать по-другому. После чего? После этого ТВК комиссию полностью, полностью изменили. Заменили голову заступники, секретари, полностью поменяли. Поменяли такие партии, как оппозиционный блок, сейчас одну секундочку, оппозиционный блок, блок Петра Порошенко, это солидарность, и укроп, и, по-моему, еще ведрочные партии. Для чего это сделалось? Ну, я могу только догадываться. Для того, чтобы принять какое-то решение. Ну, я как человек, живя в нашей стране, в Украине, опираясь на право, на гражданское право, любое административное право, в правовой стране мы с вами все живем, и понимая, что действует закон Украины, которым гласит раз, два, три, четыре. То есть, получается, 26-я законная не разрешает раскрывать списки, полиция, правоохранные органы не могут проверять. И, в принципе, вследствие чего, срок исковной травмности, то есть, получается, ТВК должно было проверить в течение 20 дней, то есть, срок есть 20 дней, они должны были проверить. Сроки были утеряны. То есть, соответственно, что? Соответственно, если партия хочет отзывать, она должна проходить обратно эту процедуру. Собирать подписи на палатках или где-то еще, и вот эту обратную процедуру. После чего это все легло мертвым грузом. Ну, прошло время, 6 месяцев приблизительно. Я уехал за границу, по-моему, 3 мая я уехал за границу. Мне за границу перезванивает 7 мая, мне перезванивает моя помощница. И говорит, что через 20 минут тебя будут отзывать. Я, в принципе, не понял, как бы, смысл отзывания этого. И даже вообще не понял, о чем идет речь. Ну, она мне пояснила, что, сказала, что меня будут отзывать с депутатом. И после чего, как бы, через полчаса перезвонила, через 40 минут, приблизительно в это время, перезвонила, сказала, что ТВК, комиссия не состоялась, они не набрали форума. Или каких-то по-другим причинам. То есть, форума не было. Ну, в общем, ну, я думаю, ну, какие-то вспышки произошли. Понятно, что мне была непонятна эта ситуация. Через вечер, на следующий день, я узнал от источников, узнал от официальной страницы Фейсбука, Шамоты, я узнал, что ТВК, комиссия проголосовала. Решение 10 членов ТВК было за мой отзыв. За озвернение до моей политической силы на то, чтобы меня отозвать. Я даже не знал, где это происходило. Я был, как бы, шокирован в том, что меня, во-первых, не уведомили. Как бы за 10 дней, за 20 дней, это по закону Украины, статья 41, это, ну, четко гласит, что человек, который будет отзывать депутата, они должны уведомить, что будет такая данная процедура. Меня не уведомили. Ни по почте, ни по телефону, ни, соответственно, как оно должно было в прошлый раз, ни через депутатскую комнату, это не было. Это все состоялось в подпольном кругу облдержадминистрации в 333 кабинете. Это я узнал с официальной, от Шамоты узнал. В 333 кабинете произошло тайное вечер, на котором якобы меня отозвали. Ну, никто из журналистов, я так понимаю, и никто из здесь присутствующих на этой тайной вечере не был. Мы были, мы узнали за 5 минут. Это вы когда были? 7-го числа. Ну да, не я, а я корея. 7-го числа вечера. То есть недавно. Это у них там было 3 заседания, да? А, ну вот на последнем. На последнем, вот правильно. Я за 20 минут узнал. Ну вот, смотри, 7-го числа не были присутствовали, но вы были присутствовали на, по-моему, если не ошибаюсь, 18-го числа. Вот 18-го, там 5 дней назад. По сути, по сути, 3 заседания должно быть. Первое. ТВК-комиссия инициирует мой отзыв и направляет подписные листы с подписями, с подписями, с голосованием, как бы с протоколом отправляет в Киев эти подписные листы. То есть не подписные, потому что они там узбоджены. Потом решением въезду они принимают, что меня должны исключить. Потом отправляет обратный листок бумаги на ТВК-комиссии, которую они, получается, получили, и смотрят решение партии, выключите, исключите, исключите политика Дениса, депутата городского совета с депутатом. Вот на этом вы в комиссии были присутствовали. На первом, на этой тайной вечере, на котором это состоялось, никто из нас не был присутствовать. Присутствовали лишь только, получается, фиктивно, потому что мы не знаем, откуда же присутствовал 10 человек и, возможно, те люди, которые были заинтересованы. Ну, после чего я 11 числа приезжаю. Я приехал вернуться в Украину в 11 числа. Данные отметки у меня есть в паспорте, конечно, я их предложил уже к судовой справе. И я 11 числа, соответственно, подаю, подаю свердование в административный суд про нарушения, связанные с моим отзывом по статьям 41, 26, 41. То есть большое количество нарушений. Это все формирует мой юрист. Мы вместе подаем в административный суд. И, соответственно, просим удовлетворить по забезпечению припинения пока что... Ну, идет судебное заседание. Припинение и забезпечение меня в составе депутатов. Параллельно я обращаюсь в уголовное... Пытаюсь открыть уголовное производство по данным нарушениям. Обратился и в полицию, в прокуратуру, в СБУ. Соответствующие мои дальше действия я обратился в НАЗК, в НАБУ, в кабинет министров. Это дальше моя пошла реакция. Понятно, что я вынужден был так сделать. Потому что, ну, такого свинства, такого нарушения закона Украины, которое произошло в данных... в обл. администрации, еще никто не видал. То есть, получается, эти люди просто-напросто стоптали закон Украины, конституцию Украины. Просто не посчитались и переломили это. Попытались переломить. И дальше мы видим результат. После чего, в течение двух дней, после решения ТВК-комиссии, в течение двух дней собрался каким-то образом съезд партии. Ну, вы можете представлять, что по съезд партии это делегаты. Как это собираются? Сначала собираются, ну, не все знают, сначала собираются районные администрации, районные осредки, потом городские осредки, областные осредки, потом верховные, то есть всеукраинские. То есть, получается, должно было пройти четыре партийные заседания, съезды должно было пройти. За два дня, получается, они приняли съездом партии всеукраинским мой отзыв. То есть, опять-таки, мы можем тоже думать и догадываться, что четыре... То есть, они нарушили и здесь закон Украины. Мы это тоже будем оспаривать суда. После чего, после чего через день, через день собралась обратно заседание комиссии ТВК, на котором уже вы узнали за полчаса, что это будет собрание ТВК. Я не знал об этом. Опять-таки, меня не находилось. Я занимался своими и рабочими процессами, я не был отсутствием в Болтаве. Опять-таки, я об этом узнал уже от средств массовой информации, которым мне звонили, задавали вопросы. Я не мог тогда вам ответить на эти вопросы, потому что я сам не понимал, в чем проблема и в чем сама суть ситуации, чтобы конструктивно вам ответить. Потому что, понимая, что нарушена уйма законов Украины, законов и Конституции Украины в относительности меня. То есть, получается, за 7 дней они провели и два заседания комиссии, и съезды партии многочисленные. Я могу просто засчитать, что является... Ну, и самое главное, что я не мог понять, почему меня отзывают. Ну, потому что я не являюсь темпой ни в какой политической партии, ни в одной политической партии. Работаю как депутат, посещаю собрания, посещаю... То есть, ну, выполняю по полной, каждый день. Вы это можете это видеть со страниц в избухах. И не нарушил ни одной статьи, по которой меня могут отозвать. Ну, статья, это первая, это нарушение депутатов местного совета положения Конституции закона Украины, установлено судом. Не нарушал. Пропуск депутатов более половины пленарных заседаний, советов, либо заседания постоянной комиссии, невыполнение ими своих обязательств в округе. Ну, уж точно, кто-кто, ну, я, наверное, один из наиболее, которые работают депутатами и на округе, и, в принципе, и по замешанным округам. И это тоже, в принципе, я это ощущаю ежедневно. Ну, и третье, невыполнение депутатов своей предвыборной программы, отказ от проведения отчета перед избирателями. Я взвитуюсь два раза в год, взвитуюсь в библиотеке на Ливане, в библиотеке на Алмазном, и, в принципе, каждый через день взвитуюсь во дворах. Я им доношу, какая у нас будет, как будет план города развиваться, какая проблематика. Это полностью всем доношу. То есть ни единого пункта я закону Украины по статусу депутатов местного края не нарушил, чтобы меня могли отозвать. Вопрос, как и куда смотрела комиссия ТВК? Ну, вот она берет... У меня по Полонзову сказано, не дотримался политики партии. Ну, в чем политика партии? Если политика партии является, ну, популистным обещанием, ну, да, я этого не выполнял. В данном месте предвыборная кампания. На 80%, на 85%, я могу сказать, с уверенностью. Я ее выполнил уже за два года. То есть я не могу понять, по какой причине, по чем логически они себя, по какой логике они себя повели. Ну и более могу сказать того, что сейчас будет открыто уголовное дело, то есть параллельно будет открыто и административные суды, много будет административных судов. Я буду бороться, я, к сожалению, борюсь в неравных условиях против меня и некоторые политические партии, и некоторые оппоненты в Ворсовете, в обл. администрации. Я в неравных условиях, но я не буду останавливаться, я буду бороться до последнего. И, в принципе, попытаюсь и докажу, что ТВК было не право. Если не административный суд, то я буду обращаться в апелляционный суд. Если не апелляционный суд, я буду в касационный суд обращаться. Если не касационный, я буду в Верховный суд обращаться. Если не Верховный я буду в суд, я буду обращаться в Европейский суд права и люды. Я буду во все инстанции обращаться, в которых возможно. Я буду добиваться правды и справедливости в отношении несправедливости и незаконности действия определенных лиц. Но мне только жалко тех членов ТВК, которые сделали шаг, который призвел коррупцию к закону, к нарушению уголовной ответственности. Они превышенные повноважения данной взяли на себя того, что мы не должны были взять. Они должны были взять при отзыве меня, они должны были меня уведомить за определенное время, за 10 дней. Они должны были собрать списки, которые были собраны. Они должны были их проверить, залучить правоохранительные органы, по которым, кстати, административный суд их дал поясню, что они должны были залучить. Они должны были открыть избирательные списки, избирательные списки, которые гласит законом Украины. Если закон Украины здесь получается не в силах, если на закон Украины они не обращают внимания, то о каком дальнейшем существовании нашего города и нашей Украины вообще действия суть. То есть нарушены наши с вами законы. То есть получается, это не только данный момент касается меня, это касается и вас. То есть получается, не только вы, например, будете депутатом, если вы даже, у вас будет своя недвижимость и просто рейдеры придут и захватят вашу недвижимость, либо же машину, либо же вашу какие-то одежду даже, или что-то, что-то либо захватят. И вы не сможете им доказать, не просто сказать, это моё, доказай в судах. А в судах будешь бороться. И вы будете понимать, что вы бессильные, вы бессильные и вам не на что операцию, кроме закона Украины, а закон Украины нарушен. А первый, второй, третий, четвертый, то есть шесть пунктов закона Украины нарушен. То есть о какой конструктиве, о каком законе в нашей стране идёт речь. Ну и опять-таки голова комиссии выступил и сказал заявление на официальной странице Шамота указанное, потому что он со мной отказывается общаться. Он не берёт от меня трубку, я никогда не получал от него заявление о том, что меня отозвали, либо же как они проголосовали, этот документ от меня скрывали. Я не могу его на руки получить. Ежедневно прошу, звоню, не берёт трубки. Сегодня, слава Богу, дозвонился мой адвокат к нему, пообещал встретиться, не берёт трубки обратно. То есть умышленное затягивание и вот такое поведение, мы можем сами сделать вывод, почему так складывается. Политическая заказа, я думаю, да. 22 числа, 22 числа голова ТВК нынешний, нынешняя голова ТВК на сессии под фонограмму, под все депутаты и под... Сем нам сказал, ну у меня есть видео, я могу показать, чтобы как бы не быть многословным. Нам он сказал, что... Говорите своими словами. Сейчас, одну секундочку. Если вы скажете неправильно, мы найдём. Ну вот мы сидим здесь. Сначала выступает Шамота. Сейчас вот выступает Шамота по нашим делам. Сейчас, одну секундочку. Ну вот тут на минуте говорит, что... Какая-то... ... Глава ТВП, нынешний, сказала, что 35 подписных листов собраны неправильно. Они не могут рассматриваться, то есть они неправдивы. 35 листов это не 35 подписей, а в каждом листе по 15 людей, которые подписывались за мой отзыв. То есть, соответственно, мы можем понять, что около 400 подписей за мой отзыв являются неправдивыми. То есть, голова комиссии только что сам на стенограмму и все сказал. 35 подписных листов. Более того, он предыдущий сказал, что одной рукой заполнило десятки подписных листов. Одной рукой заполнило. То есть, любая подчерковическая экспертиза приведет к тому, что листы будут неправдивыми. И только что голова ТВК сказал, что они неправдивы, они неправильны. И он потом говорит через 4 месяца, что все правильно. Взявшись на себя такую ответственность, он себя подвел под уголовную и криминальную ответственность. Сначала сказал, что неправдивы, сейчас говорит правдивы. Любая экспертиза приведет к тому, что эти подписные листы будут являться недействительными. Подано криминальное... В суд подано заявление о криминальном деле. Она будет рассматриваться. Мы видим, как бы, и в принципе, даже несмотря на то, что на статью 26, которые не имели этим заниматься правом, и даже в подписных листах голова ТВК отказывается и говорит, что они неправильны. То есть, больше 500 подписей неправильны. За меня 2025, нужно на отзывы 1800-1700 с чем-то подписей. То есть, уже 1600 подписей, уже не хватает в тот подписи. Если уже на то пошло по закону 41, который они уже сейчас прорушили, закон 41, то есть, тоже неправдивы. Но у нас остается вопрос, почему и как, и зачем так сделали. Спасибо. Скажите, пожалуйста, насколько ведомо у СДП есть конфликт с многими депутатами в разных рациях. Вот, например, в Киевской рераде, в Сумбирске. Почему он еще при посаде? И только по вас, скажем, вошли до такого илогичного финала. Почему про это поговорили, а отказывают ли еще вас? Ну, я могу только догадываться, почему вот так. Ну, наверное, самые неудобные, опять-таки. Самые неудобные, возможно, показывают результаты, возможно, какие-то показывают достижения, которые, опять-таки, неудобные. Я никогда не говорил, не отзывался плохо ни в какой политической партии. Уважаю каждое, в принципе, и социологическую идеологию, я тоже уважаю. Ну, если бы она правильно выполнялась. Ну, опять-таки, я ухожу от политики. Я всегда на своих выступлениях, которые провожу практически ежедневно, я обхожу всегда от политики. Я пришел помогать людям. Почему такая ситуация сложилась? Да, в социальном партии Каплина сложились не только вопросы по области, вернее, по городу, но и в Полтавском районе, где депутаты три человека вышли. И я знаю ситуацию. Там уже в апелляции депутат командиров, бывший, который являлся членом нашей партии, уже в апелляции выиграл суд, и на ближайшей сессии его будет восстанавливать. Апелляционный суд призвал к первой инстанции, и он будет на ближайшей сессии восстановлен. Данная ситуация не только по Полтавскому району, данная ситуация по Киевскому району, где Синьоловский и еще один депутат так же само себя повели и вышли с этой партии. И не только в Киевском районе, у нас еще присутствуют, если не ошибаюсь, и другие районы Полтавской области, в Лобино или в какие-то районы Мирогородска, в Лубнах, где депутаты повыходили с этой партии. Я могу сказать, это одна из партий, с которой уходят все. Почему? Потому что люди умеют думать, потому что люди слышат, и что обещают, и что говорят. И что говорят, что а кто, но эти крылатые обещания с трибун Верховной Рады ничем не увенчаются, ничем не заканчиваются, кроме того, что крылатых обещаний. Лидер этой партии постоянно, ежедневно кричит, выступает, ездит по всей Украине и людей вводит в Оману, в обман. Ну, нас с вами. У нас тоже депутат Верховной Рады Украины. Я своего депутата Верховной Рады Украины в последний раз видел в 2015-2014 году, когда он избирался. До этого я его не вижу. И я могу больше сказать, что люди во всех дворах того же самого Миния, они больше за него голосовать не будут. Ну, опять-таки, возвращаясь к этому вопросу, наверное, самое большее неудобное для них. Скажите, ближайшая сессия городского совета. Как вы думаете, что будет происходить? Я имею в виду не общую картину, а именно по отношению к вам, по вашему делу. Ну, я думаю, данный цирк произойдет завтра. Завтра на этой комиссии, где будет мой следующий человек, который должен зайти, будет садиться, кричать, и вот впихаться на эти стулья, будет кричать, я депутат, будет махать каким-то, возможно, документом. Ну, это будет цирк, я могу сказать вам. Больше они ничего не могут делать. Они могут создавать эффект, вау, флаги, и это и более. Ага, ну, перекрывать дорогу я не могу. Ну, на сессии Минской Рады, я думаю, еще будет больше завязан цирк, поэтому могу сказать, только цирк будет нас ожидаем. Как вы думаете, может сорваться сессия из-за этого? Не могу сказать я это. С моей стороны уж точно этого не будет. Как вы считаете, много вопросов именно насущных, которые уже срочно надо решать на сессии? Ну, каждая сессия насущная и важная. Все ждут... Но сейчас промежутки между сессиями большие. Перерасходим бюджетом. Все жители нашего города ждут перераспределения бюджета, потому что, во-первых, это бюджетные деньги, бюджетная сфера, опять-таки, это и заработные платы, и сейчас у нас в городе идет строительный сезон и ремонт крыши, дорог, лагерей, где субвенции, дотации. Каждая сессия очень важна. Будут ли там какие-то решения по недвижимости, да, будут ли какие-то решения по узаконенной территории, да, на каждую сессию подносится этот пакет решений, где поддерживаться или не поддерживаться. Но вероятность есть, что все-таки социал-демократы какими-то своими лозунгами, движениями, телодвижениями сорвут это все. А может, у них есть такая цель сорвать сессию? Ну, возможно, то, что произошло, будет такая же показуха, та, что произошла 7-го числа, где якобы они какие-то тетушки к меня пришли. Я не ведаю того, что за 20 минут, я не могу и не занимаюсь такими провокационными, но данная партия специализируется на данных мероприятиях. И поэтому это очевидно. И, к сожалению, это людям нравится. На видео видно несколько человек-тетушек. Кого-то из них лично вы знаете? Данное видео я не просматривал, и я могу сказать, что никаких ни тетушек, ни максимушек, ни каких ребят я не зазывал, и зазывать не буду. Если кто-то и поддержит меня, то, поверьте, это обычный, простой народ, те люди, которым я помогал, либо же мои помощники, которые всегда присутствуют рядом. Да, спасибо. Можно? Да. А можете, пожалуйста, вы начнете, вы сказали за 5-м агунтами, у вас позвольная заявка, назвали, чтобы вы знаете, что пришли. Ну, давайте так, я скажу, что нарушена статья 37, остатки депутатов местных совета, местного права, статья 37. Нарушена статья 41, часть 2. В том же законе о статусе депутатов местных советов предусматривается такую проверку, как обязательная. То есть, статья 41, часть 2, нарушена. Обязательно. То есть, мы можем понять, что за один день они не могут проверить 10% избирателей. Ну, более того, что и сам голова комиссии сказал, что 35 подписных листов, ну, на видео, я, конечно, видео вам передам, и это видео во всех правоохранительных структурах, начиная от НАЗК, НАБУ, СБУ, прокуратуры, полиция, прокуратуры, все франции. Это все видеозаписи есть. 41, это статья, я вам сказал. Статья, статья 48, о статусе депутатов местного совета. Обязывая территориальную избирательную комиссию извести депутата о будущем заседании комиссии. Он имеет право давать свои пояснения. Я бы с удовольствием дал каждому члену комиссии пояснения. Дальше, статья, так, закон, статья 41, о статусе депутатов местных советов. Ну, это все один закон, а пункты я. Там пункты, под пункты, пункты. И, соответственно, статья 26 закона Украины о статусе депутатов местных радов, где сказано ЦВК высшим органам, сказано, что ТВК и ТВК не наделены полномочиями раскрывать избирательными списками. Далее пишется, что они пишутся, данные законы действительно прогаваны законы Украины, но ЦВК не наделена ее прогавану исправлять. То есть, ЦВК указывает, что действительно есть прогаваны в законе Украины. И депутат Микрохова на Раду Украины вопрос поднимался нашим депутатам Юрием Губликом. Действительно, в этом выступлении сказано, что действительно есть прогаваны в законе Украины. Я могу спросить, каким законом они оперировались и почему так поступили. Я не знаю. Это суд на сочинку. Такое запитание сейчас вызывает. Вы сказали, что 18 травня на этом заседании вас не было, вас не запросили. Но на этом заседании был ваш показ. Да. В данный момент я находился в другом городе. Находился в другом городе. И узнал об этом заседании за час и территориально если я не мог быть присутствовал, потому что находился в 140 км от Полтавы. И я попросил уже своего адвоката, на который есть доверенность от меня представлять мои интересы в судах и защищать в оппозиции либо же в коалиции. Никогда она в принципе не стояла в оппозиции, в коалиции. У меня первая очередная задача это выполнить свою предвыборную кампанию, за которую меня люди избирали. и мне без разницы под каким флагом идти, мне главное в какой команде быть, с какими людьми находиться. И правильно ли в моей команде поставлена идея работать как депутат. Я не пришел как марионетка, политическая марионетка исполнять какую-то волю. Я самодостаточный человек. Я зарабатываю, у меня есть определенный немалый доход, благодаря которому я живу. Я частный предприниматель, у меня есть декларация, за лавирование каких-то интересов я никогда не ишел. А я ишел в депутаты, чтобы помогать и показывать результат. И чтобы показать всем людям, кто такой депутат. Я очень рад был сделать так, чтобы остальные депутаты тоже начали взветуваться, сходить по округам, показывать результат. До этого никто не знал. До этого никто не ходил. Никто не взветувался, в принципе и депутатов не знали. Мало у нас депутатов в городсовете, которые это делают. Я могу на пальцах посчитать, на одной руке, даже меньше. И я рад, что они есть. Раньше их не было. Это хорошо, когда есть тенденция. Это хорошо, потому что Украина развивается, приходят молодые люди, которые действительно хотят показать результат и что-то сделать, что-то изменить в этой стране, чтобы миллионы людей наших и друзей не уезжали за границу и бабушки не умирали от недоедания и всего остального. Бог миловал, что меня и мою семью это не коснулось, но я ежедневно встречаюсь с этими людьми во дворах, на улице, и я вижу ситуацию, данную ситуацию. Я опять-таки повторю, я рад, что появляются в нашем городсовете люди, депутаты, которые действительно работают, которые действительно думают о нашем городе. Буду ли я, когда я возвращусь, депутаты, но я возвращусь, это точно, и в этом сомнении не буду, не буду сомнений, я буду здесь. Буду ли я в коалиции, в оппозиции, я до этого был в оппозиции, был мне любимый, в этом кто-то может скажет, что я был в коалиции, но так вы видите, что случилось, был ли я любимый, нет, ни кем я был, не был любимым, возможно, это поэтому и произошло, что я никому не стал ни коалиции, ни оппозиции. Поэтому мне все равно на оппозицию, на коалиции, я буду работать как депутат и дальше буду продолжать, независимо от того, буду депутатом или не буду. То есть, вы приняли решение, это будет личное ваше решение, вы не будете его узбодживать, скажем. У меня нету ни одной политической партии, в которую на данный момент вхожу. Я буду рад, что если я у меня появятся мои однодомцы, с которыми будем делать одно доброе и хорошее дело для нашего города. Без разницы, это будет обсуждать или не будет обсуждать. Я это буду делать и дальше. Как вы еще не сказали, когда возвращусь к депутатам, то вы сейчас признаете, что вы сейчас не есть депутатом? Смотрите, пока не объявлена на сессии городского совета это данное решение, я являюсь депутатом городского совета. Это вы сказали, но давайте так, я уже исхожу от беспредела, которое творится в нашем городе и по данному случаю. От беспредела. Я уже ожидаю любой исход событий, поэтому, как сказал мой друг и партнер по бизнесу, что ты должен был это предусмотреть. Рука на пульсе. Я говорю, я держу руку на пульсе, но есть же закон закон Украины, конституция Украины, но если закон Украины и конституция Украины нарушается, то о чем можем говорить? Понятно, я уже думаю о самом худшем, о самом худшем в данном случае ситуации, что выйдет голова комиссии, либо же какой-то из клоунов, или из церкви Чиев бежит в этот зал сессионный с листком. Я не упираюсь, я не держусь ни в коем случае за какое-то кресло, за какой-то мандат. Я и без мандата хорошо себя чувствую. Я пришел сюда, чтобы работать, а не бегать за каким-то мандатом и просить для людей какие-то крыши, подвалы, за асфальтирование территории, либо же какое-то еще. Я этим занимался, ходил в управление, каждый день в управление ЖКХ и добивался ремонта асфальта, ремонта крыши, ремонта труб. А мне говорили, а это не угодно тому. Да это не мне это надо, это жителям надо города. Это не одному жителю, это сотню надо. Тысячи людей нуждаются в этом. А политическая игра и данная ситуация в нашем городе на самом деле останавливает процесс развития нашего города в целом. Мы можем посмотреть на любое сооружение, здание, парк либо же сооружение, где творится полный беспредел и полное наплевательство на развитие нашего города. И этим курируют люди. Но я лишь поэтому ходил и добивался и работал как депутат. И не только в этом плане проведения праздников, спортивных мероприятий. В этом я и дальше буду участвовать. Ваша позовная заява в админсуде зареєстрована? Зареєстрована. Было подано заявление заявление о правонарушении по второму заседанию ТВК, который состоялся 18-го числа, на котором вы будете. Это присутствует. К сожалению, сроки располагают такое, что я пятидневный срок, я должен подать это. Ну, абсурд. Я приехал 11-го числа, у меня был один день для подачи всех. Один день. Но за один день мы это и подали. Спасибо. Спасибо.